Отец, я благодарю Тебя. Я сейчас вижу, что кому-то в эфире просто нужно взяться за руки. Вы семья, но между Вами такое сейчас холод. Пойдите, вернитесь в комнату. Там, где Вы сейчас оставили свою семью, из-за чего-то у Вас конфликт произошел. Вернитесь, пусть любовь вместе с Вами потечет в этой комнате. Возьмитесь за руки, поймите, никто не виноват. Прокляните просто все, что разрушает Ваши отношения. И слейтесь. Просто слейтесь. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя. Еще, еще, еще. Я чувствую, пошла сейчас слава Божья потекла сейчас в семейную, душевную сферу. Я хочу, чтобы Ты в этом году, мы Тебе дадим знамение сегодня, но в 2022-м. В этой цифре есть три двойки, как напоминание. Двое, двое, двое. Я верю, что в этом году будет много семей образовано, укреплено, утверждено. Двоим лучше, чем одному. Лучше. Лучше. Скажи лучше. Все, кто мечтает о семейной жизни, о своем муже или жене, мы сейчас высвобождаем эту благодать. Все, кому это нужно, можете поднять руки и сказать, принимай. Отец, я благодарю Тебя. Я сейчас вижу исцеление таких семейных отношений. Нетление проявляется во взаимоотношениях. Любовь написана нетленно. Она никогда не перестает. Никогда. 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 И давайте сейчас поднимем наши руки. Я хочу, чтобы мы подняли руки, и слава Божья из расширенной внутренности просто потекла. Если ты делаешь то, что я говорю, то ты сейчас поднял руки и видишь прямо, как из твоей внутренности потек, густой золотой поток, помазание. Наполняй округ твоей жизни. С этой вечеринки, с этого торжества, мой друг, ты вернешься совершенно другим. После всех этих двух дней прямого эфира, все, кто нас смотрят, вы реально почувствуете, как все изменилось. Потому что сегодня мы входим и принимаем новую славу для всей небесной цивилизации. Для всей нашей огромной семьи. Давайте поднимем руки и сделаем это. Пускай царь славы войдет. Пускай царская слава наполнит, проявится. Везде, куда мы обращаем наши глаза, куда мы направляем поток наших уст. Ты можешь осознанно сейчас направить этот поток, куда ты хочешь. В свою семью, в свое служение, в чужое служение, в чужую семью. Пускай слава явится везде, где ты хочешь. Ты хочешь замуж в этом году? Аллилуйя. Ну я так почувствовал, что я захотел так сделать. Кто еще хочет замуж? О, нет, нет. Подождите. Давай отцу славу дадим. Аллилуйя. Я думаю, сейчас нам надо... Замуж? Замуж. Точно. Без шута. Так? Хорошо. Замуж, значит замуж. Аллилуйя. Я вам расскажу свидетельство, оно короткое, и сразу помолюсь за родственников. Если у тебя... Потом не подходите. Просто часто бывает, я молюсь за родню, подходят потом с фотографии. Сейчас доставай ее. Да, фотографию просто можешь в голове держать. Сейчас, перед самым выходом сюда, вчера мне написала женщина с края земли вообще. Реально с края земли просто. И говорит. Вы знаете, а мы знали ее историю. У нее с дочкой были большие-большие сложности. Годами непонимания, претензии какие-то, знаете. Я сейчас не говорю, кто там из них прав, не прав. Даже мы же знаем, что не в этом дело. Если бы было дело в правоте, уже бы все помирились. Не в правоте дела. Но какое-то отчуждение. И эта мама, она нашла нас на одном из уединений. Она плакала. Говорит, она меня с дочкой. Она меня так ранит. Она мне такие слова иногда говорит. И я не знаю, как это исправить. И вот что значит мама. Она так стучалась в наше просто внимание. Она говорит, дайте мне 10 минут приехать, где вы живете после уединения. И мы хоть уже и подустали. Я говорю, Лана, приезжайте. И в тот день был шторм, там сильная такая холодина. Ветер такой, что идти было невозможно. И эта мама, она пешком там через эти дворы пришла. Вся красная там сопли, знаете. Ну вот такой. И в слезах все равно она шла, чтобы решить вопрос. Просто ей нужно было достучаться до дочки. И она, знаете, такая пришла. Вынула какие-то деньги, пожертвовала. Говорит, это ни к чему не обязывает, но я хочу вложить вас. То есть принесла. Я смотрю, и знаете, ты оказался в таком положении, что ты просто не можешь отказать. А ее дочка была в тот день в том городе. Я говорю, звоните своей дочке, пусть прямо сейчас приедет. Пусть прямо сейчас приедет. И я такой, ну знаете, замер, помолился. Думаю, хоть бы согласилась она приехать. И вдруг дочка соглашается. Она приезжает, буквально только садится с нами за стол. Мы маму заперли в ванной, чтобы не подслушивала. Ну в ванной, потому что однокомнатная квартира была. Мама потом вышла и говорит, я впервые оказалась отрезанной от мира. Прямо хочется знать, что там происходит. Всем мамам так хочется. Мамы аминь сказали. Ну как током дочка села за стол, слезы градом, она начала плакать. Она начала гореть свои внутренние переживания, проблемы, что так, что не так. Мы поговорили, помолились за нее. Сильно Дух Святой ее коснулся, и мы расстались. Мама такая, знаете, че как. И вот вчера, представьте, эта мама пишет. У меня с дочкой состоялся такой разговор. Она написала такие слова, которых я от нее никогда не слышал, хорошие. Говорит, но самое главное, она же, говорит, начала смотреть вас. И сама, смотря эфир, заговорила на языках. И как только я с мамой переписываюсь, вдруг пишет эта дочка, говорит, с наступающим. Я так благодарна вам, что я вас встретил вообще. Я такой думаю, знаешь, можешь подводить итоги, можешь нет. Если ты живешь нормальную жизнь, итоги сами тебя найдут. Я думаю, боже мой, на краю земли мы тогда были. Эти две женщины, мама, дочка, просто нашлось время. Знаете, достучались, дорвались, добежались. Просто нанесла ее в сердце все эти годы. Сделала так, что даже при всей нашей занятости, в этом течении, мы не могли ей отказать. И сегодня она так свидетельствует. Все работает. Все работает. Поэтому сегодня, вот, я верю, что твое сердце сейчас открылось для принятия влияния на своих родственников. Я знаю, что у кого-то здесь есть родственники, наркоманы, в зависимости, еще что-то. Все развалится от дуновения Божьего. Я имею в виду все это, вот, что там держит, сковывает. Все эти душевные связи с дружками, которые туда тянут, это просто все. И даже если твой родственник сейчас ведет себя просто как маньяк одержимый, ничего в нем человеческого не наблюдается, я говорю тебе, в этой голове нет места ничему, кроме нетления, силы воскресения и торжества праведности. И из нее я сейчас буду провозглашать просто это. Отец, я благодарю тебя, что ты нам дал родственников, ты нам дал друзей. Потрясающих, мы любим их. Даже если иногда мы злимся, но мы знаем, что любовь твоя, она излилась в сердца наши Духом Святым. И этим самым Духом мы освобождаем сейчас разум и тела этих людей от всяких оков. Нетление является могущественно в их жизни. И это знамение сейчас. Аминь. Воздаются славу. Субтитры создавал DimaTorzok